Итак, сейчас мы поговорим об огневых работах. Это работы не только с применением открытого огня, а также с искрообразованием и нагреванием до температуры, способные вызвать воспламенение материалов и конструкций. К примеру, работы с применением УШМ и иного электроинструмента с искрящими щетками – паяльные работы. Для проведения огневых работ нужно оформить разрешение на проведение работы и на ряд допуск, в котором есть приложение. Вид приложения зависит от объема работ. При оформлении указанной разрешительной документации необходимо определить все опасные факторы, оценить риски, которые могут воздействовать при проведении работ, а также разработать мероприятия по уменьшению влияния их воздействия. Вы помните о том, что один из главных приоритетов компании – это безопасность. Поэтому для обеспечения безопасных огневых работ необходимо сделать следующее. Проведите анализ воздушной среды и оградите место проведения работ. Ну и, конечно же, примите все необходимые меры, чтобы свести риски к минимуму. Уберите все пожароопасные материалы с места проведения работ. Если такой возможности нет, используйте защитные экраны из негорючего материала. На месте проведения работ должна быть аптечка и огнетушители. Если установлено требование нарядом допуском, то необходимо присутствие пожарного автомобиля с пожарным расчетом. Обязательно оцените объем предполагаемых работ. Проверьте разрешительные документы сотрудников, допуск к работам и удостоверение о проверке знаний. Также убедитесь в исправности оборудования и инструментов. Проверьте, установлена ли двухсторонняя радиосвязь с начальником смены. Обязательно проведите целевой инструктаж исполнителям. И, конечно же, СИЗ. Все исполнители должны быть в спецодежде, спецобуви, защитной каске, защитных очках, а также в наличии должны быть все СИЗ, указанные в наряде допуске. Заземлите необходимое оборудование и проверьте, отключены ли мобильные телефоны у всех, кто выполняет работы. Все отключения и блокировки, а также иные мероприятия, указанные в наряде допуски, должны быть выполнены до начала работ. Оборудование, приспособление, техника должны быть расставлены в соответствии с согласованной схемой. Допуск к работам на объектах КТК осуществляет руководитель объекта после проверки оперативным персоналом выполнения подготовительных мероприятий. Да, и не забывайте, что можно выполнять только ту работу и в том месте, которые указаны в наряде допуски. Теперь поговорим о ситуациях, когда огневые работы необходимо прервать. Неблагоприятные условия, например, утечка или сбой в работе, проведение других, в том числе несогласованных работ на этом же участке, отсутствие надежной радиосвязи, если давление при работах на нефтепроводе превышает предельное значение, при превышении концентрации вредных веществ в воздухе, при изменении условий труда на рабочем месте, при появлении рисков, которые вы не учли при планировании безопасности работ. Отнеситесь ответственно к огневым работам, не забывайте про меры безопасности и необходимые СИЗ. Помните о том, что лучше несколько раз все перепроверить. Спасибо, что внимательно слушали.